Габариты доказывают Карасев. Подписывайтесь на канал, у нас уже 105 тысяч. Ставьте лайки, смотрите, пишите комментарии, ставьте вопросы, потому что сегодня гость студии Алексей Кущ в представлениях особых не нуждается, но я просто хочу подчеркнуть и свое уважение, что хороший настоящий украинский интеллектуал, паблик философ. Кто-то говорит, что он больше экономист, но мне кажется, что это более широкий профиль. Алексей, спасибо. Сразу мы тут немножко с опозданием выходим, поэтому, чтобы сэкономить время, сразу перейду к теме. Хотя она широкая, но мы всегда умеем в определенных референтных рамках найти правильный рисунок тактически. Значит, супер вторник сегодня в США. Практически, я думаю, предрешен исход этого супер вторника. Номинацию от республиканцев получит Трамп. Ну, если ничего не произойдет, там такого, какие-то черные лебеди не вылетят. Это очень большой лебедь должен быть. Да, но это такой лебедина. Да, это лебедина старая. Пухлый, здоровый, большой-большой. Но вряд ли, думаю, так взлетит этот, из-за тяжести вряд ли он взлетит, этот черный лебедь. Ну, демократов, понятно, Байден. Ну, и по вопросам все идет к тому, что все-таки Трамп побеждает в этой гонке и победит. Более того, я вижу, как республиканская партия. Все даже неоконы, ястребы, как они перестраиваются сейчас там, или как модно сейчас, говорит, переобуваются. Там всегда пишут, что я переобуваюсь, лишь бы было во что переобуться, а все остальное это уже не так важно. Так вот, переобуваются, становятся трампистами. И вопрос, что будет меняться в мире? Ну, потому что президент Америки, это не просто президент отдельной страны, это в какой-то степени президент глобального мира. Или мира при глобализации. Поэтому от фигуры президента много зависит. Это раз. Во-вторых, мы уже видим, какие изменения происходят в связи с тем, что Трамп набирает очки. Республиканцы, в том числе в Палате представителей, ориентируются на Трампа. И помощь Украине тянут, тянут, тянут. И делают все. В частности, Майк Джонсон, спикер Палаты представителей, чтобы эту помощь мы вовремя не получали. И не получили уже вовремя. Отсюда, кстати говоря, и многие события на фронте. Вот в таком виде, в каком они сейчас. Так, это два. Ну и в-третьих, я думаю, что если все-таки Трампу дадут возможность пройти эту избирательную кампанию, значит, Дип-стейт, глубинное государство американское, все-таки привыкает, начинает адаптироваться к ситуации, начинает уже думать о том, как жить в Америке с Трампом. Поэтому тут тоже важный момент. Ну и последнее. Изменения в Америке, вокруг Америки, изменения политики в Америке, оно должно, скажем, стать тестом для многих государств на адаптацию. Потому что даже помимо вероятной победы Трампа, современная война, которая ведется вот в Украине и вокруг Украины, она демонстрирует очень важные качества. Умение адаптироваться к изменяющимся условиям ведения войны. Новые технологии, новое оперативное искусство и так далее. Поэтому очень важно сейчас спрогнозировать, что будет с миром, что будет с Америкой, что будет с Европой, для того, чтобы уже сейчас начинать адаптироваться к изменяющейся геополитике, к изменяющемуся военно-стратегическому балансу. Вот примерно круг тем вопросов, которым можно сегодня, сейчас актуально порассуждать. Если говорить о помощи, которая должна была США выделить Украине, я, кстати говоря, еще прошлую осенью, где-то начиная с сентября, давал прогноз о том, что с пакетом помощи, которую Американ обещал выделить Украине, будут большие проблемы. И, в принципе, связывал это с политическим циклом, который начнется и начался как раз с января 2024 года, активная уже фаза этого политического цикла. Поэтому мои прогнозы в данном случае пока оправдываются. У нас звучали тогда бравурные у многих экспертов утверждения о том, что Украина получит не 40, а даже целых 60 миллиардов долларов. Десант депутатов высаживался в Вашингтоне. Писали такие оптимистичные посты в Фейсбуке о том, что вот-вот республиканцы не уходят на рождественские каникулы, остаются, будут голосовать, и все это оказалось, мягко говоря, не так. Мы видим сейчас, в принципе, я как раз и говорил о том, что дедлайн, такая точка отсечения, это конец февраля 2024 года. То есть это прогнозирующий прошлой осенью. Ну, в принципе, как видим, уже конец февраля прошел, уже и март, финансовой помощи нет. И вероятность ее предоставления, она становится с каждым днем как бы все меньше и меньше, потому что она стала как бы разменной монетой в этих политическом столкновении между демократами и республиканцами в данном случае. И я не вижу пока никаких аргументов во внутриполитической дискуссии американской в пользу того, чтобы эта помощь была разблокирована, потому что для того, чтобы разблокировать помощь, допустим, демократы могли бы полностью прекратить атаки на Трампа в судебной системе, тогда республиканцы в качестве ответного такого жеста могли бы, допустим, разблокировать финансовую помощь Украине. Но демократы этого не сделают, потому что судебные атаки на Трампа являются частью политической или политологической стратегии по снижению его рейтинга. Точно так же, как республиканцы не откажутся от проекта строительства стены, от границы, и они будут атаковать Байдена в контексте его, скажем так, неуспеха и неэффективности на глобальной геополитической арене. Да, но в любом случае, я просто не хочу, чтобы мы сразу там зануривались по американскую тему, но в любом случае происходит то уже с конца 2023 года, что будет, скорее всего, происходить дальше. Европеизация войны в Украине. То есть война в Украине – это война европейская, но не глобальная. Америка будет выходить постепенно из театра военных действий. Я не говорю из геополитического. И все больше и больше ответственность будет возложена на европейские государства, европейские ВПК. Кстати говоря, только что пришла новость директива, уже есть Европейского Союза о подготовке к новым условиям европейской оборонной промышленности. Вместе, быстрее и мощнее. И вместе главное, чтобы оборонный европейский Союз. Как вот этот сдвиг в сторону европеизации войны, что это европейская война, не мировая, а европейская война, не глобальная европейская война, будет влиять на расстановку сил в Европе, между Европой и Россией, внутри Европы, на украинском театре военных действий, по отношению к Украине, но даже вопросы и НАТО, и ЕС, и так далее, и тому подобное. Помимо прочих, так сказать, ведения боевых действий. Ну, опять же, то, что мы сейчас наблюдаем в США, и это связано с Европой, в принципе, это можно назвать смещением глобальных акцентов. То есть предпосылки для смещения глобальных акцентов, они уже возникли достаточно давно. Просто очень инерционное мышление глобальных политических элит. Ну и фактически в отношении того же Трампа мы видим несколько стадий реакции политических элит. Это гнев, возмущение, потом неприятие, пторг. На финале стадии будет как бы смирение. То есть американские элиты, они примут неизбежное. То, что Трамп, он скорее всего будет участвовать в выборах, и с большей вероятностью можно прогнозировать, что он победит. А Европа, примет это как и не решит? Европа, мы видим сейчас, смещение глобальных акцентов, оно происходит по всему спектру. Начиная, кстати говоря, с той самой темы, которую мы когда-то уже поднимали, это столкновение двух антропологий, то есть консервативной и ультралиберальной трансгуманистической. Например, если вспоминали о Европе, Франция, одна из первых стран в мире, сейчас приняла изменения в Конституцию права женщин на аборты, например. И это уже, как бы, мы видим смещение в одну сторону, Америка, Трампийская Америка, это консервативная страна, там совершенно другая будет повестка. Меня тут больше Франция интересует заявление Макрона о том, что нужен сухопутный контингент для того, чтобы выровнять ситуацию на украинской линии фронта. Заявление Макрона, но смещение акцента будет заключаться в том, что Америка, она в принципе, знаете, у нас как есть две крайности. Одна крайность говорит о том, что Америка будет вовлекаться в войну, ну и не в войну, она будет активно присутствовать в Европе. Другая крайность, она заключается в том, что звучат тезисы о том, что Америка полностью уйдет из Европы. У нас, опять же, скажем так, вот в Украине очень слабо в этом плане анализируют такие магистральные тенденции, которые сейчас только-только вызревают, я бы так сказал, они больше в такой уже визионерской еще форме находятся, но они уже как бы ощутимы. Это, например, я вижу смещение акцентов американской политики из трансатлантизма в сторону, например, по двум векторам. Первый вектор, который связан с Европой, это Арктика, арктический регион. И противостояние, будущее противостояние, оно, скорее всего, если в отношении, в контексте России, оно будет происходить именно в Арктике. Об этом, кстати говоря, писал в прошлом году Сорос, у нас просто его статью не заметили. Он как раз писал о том, что Арктика – это арена будущего противостояния с Россией, потому что, во-первых, там три основных фактора. Это северный морской путь, который в результате глобального потепления становится одним из основных в мире. Это шельфовые ресурсы, которые есть в Арктике, природные ресурсы. И самое главное, это климатические ресурсы, потому что то, о чем Сорос писал, это Арктика формирует мировой климат. США, например, то, как они сформировались сейчас и их благоденствие, оно обусловлено было как бы фактором двух океанов, защитой с двух сторон, геополитическая такая безопасность. Но это благословение, оно может стать проклятием, если начнутся глобальные изменения климата, связанные как раз с влиянием Арктики на мировой климат. И тогда вот это благословение в виде двух океанов станет проклятием. То есть для Америки это может превратиться в настоящую, скажем так, климатическую войну, которая может возникнуть. Поэтому Сорос так не назвал. Я, когда анализировал статью Сороса, я назвал, что, может быть, в будущем это первая климатическая война, условно говоря, за арктические ресурсы. И с этим, кстати говоря, связаны не с Украиной, а именно с Арктикой связано вступление в НАТО, Финляндии и Швеции. Вот что очень важно. У нас просто многие думают, что Финляндия и Швеция это вот как-то связано с Украиной, противостояние с Россией. Нет, это исключительно связано с тем, что Америка собирает пазл, военный пазл в арктическом регионе. Ну, так это Арктика или Атлантика? Это уже Арктика. Поэтому я даже написал недавно статью, который сказал, что, возможно, НАТО, ну, как бы его, скорее всего, можно будет называть не НАТО в ближайшее время, а АрТО. То есть это будет Организация Арктического соглашения, не Трансатлантическое соглашение, Организация соглашения, а это будет именно Организация Арктического соглашения, Странная Организация Арктического соглашения безопасности. То есть это будет Канада, США, Дания, Финляндия, Швеция, Норвегия, Канада, а с другой стороны Россия, там из-за них Китай стоит, который тоже имеет интересы в Арктике. Все в морской путь. Да, в северный морской путь. Кстати говоря, уже основные акценты, как это будет происходить, видно. Недавно американцы заявили о том, что расширяют свою исключительную экономическую зону вокруг Аляски и Алиутских островов и фактически полностью захватывают перингов пролив, то есть это ключевой пролив в северном морском пути, для того, чтобы выходить из Арктики в Тихий океан. Россия уже сказала, что она не признает это расширение этой особенной экономической зоны. Но постоянный спор насчет арктического шельфа, это еще было до войны в Украине, и сейчас это будет только вступать в активную фазу. Кстати, одно из первых глобальных военных учений, это как раз сейчас в рамках НАТО будут арктические военные учения, в которые будут принимать участие и Финляндия, и Швеция, и Норвегия, и США, и Канада. То есть это смещение вот этого акцента интересов Америки как бы на север, это первый акцент. Но тогда получается, что для многих стран эта система безопасности, она становится уже не совсем подходящей. Вот я хотел спросить, если, мы сами сказали, что Арктика от Украины далеко, или Украина от Арктики. Если акцент на Арктике, а не на Антлантике, то уже будет не североатлантический альянс, а арктический военный альянс. Мы видим, что северная Европа, она стремительно милитаризируется. А, кстати говоря, Россия давно готовилась к климатической войне. Фактически ледокольный флот, атомный ледокольный флот у нее самый лучший. И то, что Россия сейчас инвестирует в атомный ледокольный флот, это колоссальный ресурс. В базы военные и прочее, так что они к этому добро готовятся. Так вот как у нас война-то в Атлантике идет. Вот в Украине война не только России против Украины, но война еще в Атлантике и континентальных государств. Ну, таких как Китай и Россия, например. Здесь, лично мой взгляд на будущее, то, что никакой серьезной опасности для стран Балтии или для той же Польши со стороны России нет. Несмотря на то, что у нас говорится об обратном, что Россия чуть ли не завтра нападет на страны Балтии или на Польшу, если, допустим, у нее будет какой-то успех в Украине, нет. Я думаю, что, скорее всего, после завершения войны в Украине, которую ведет Россия, и определение неких красных линий, которые будут определены на переговорах с будущим президентом США, скорее всего, Россия и Европу ждет своеобразный такой железный занавес, похожий на времена Советского Союза, только без опции в виде постоянной военной угрозы. То есть железный занавес будет, но постоянной военной угрозы не будет. То есть вряд ли Европа будет ощущать вероятность нападения России. То есть все противостояние сместится туда, на север. Но, тем не менее, Европа будет пытаться создать свои континентальные военные силы, потому что для многих стран получается раскол их интересов. Например, для Франции арктический регион уже не так важен, например, как для Германии или для Британии. Турция вообще в этом плане. Вторая армия НАТО, для нее тогда этот блок вообще перестает играть какую-либо существенную роль. Я думаю, что в данном случае, если мы говорим о будущей модели мира, то, в принципе, постоянно идут дискуссии, какой это будет мир. Двуполярный, многополярный, американское разведывательное сообщество говорит о многополярном, о мультиполярном мире. Я считаю, что даже в этой статье такой своеобразный закон геополитики пытался вывести. Количество полюсов в мире, геополитических полюсов, в отличие от географических, оно будет определяться количеством военных союзов, военных блоков. Вот сколько военных блоков, столько, в принципе, и полюсов влияния в мире будет. Ну и я, по большому счету, насчитал их около 10 будущих этих полюсов. В том числе, например, разделил на три группы. Первая – это акцентированные военные блоки, то есть направленные против какого-то конкретного противника, как, например, допустим, вот это Арктическое соглашение о безопасности, оно будет против России направлено, например. Или, например, Тихоокеанское соглашение о безопасности будет направлено с участием Америки против Китая. Будут блоки закрытые, то есть как такая… НАТО акцентированный блок? НАТО это будет акцентированным. Ну, опять же, в каком оно формате будет? Если оно превратится из НАТО во РТО, условно, Арктическое соглашение, тогда это будет акцентированным против России. А сейчас в Атлантическом варианте? А в Атлантическом варианте пока еще Россия фигурирует. Но если, допустим, возникнут европейские континентальные силы безопасности, это может быть закрытый военный блок, который будет, допустим, без акцента на каком-то конкретном противнике. То есть они просто будут формировать систему безопасности, но официально не будут называть кого-то своим врагом. Это как закрытая раковина-моллюска такая сообразная. Ну и третья группа – это монополярные блоки, то есть это страна-блок, условно говоря. Ей не нужны никакие там союзники, она сама по себе обладает большим арсеналом ядерного оружия. У нее есть несколько прокси, с помощью которых она ведет войны. Например, Китай, Северная Корея, Россия, Беларусь, Приднестровье, Абхазия и Южная Осетия. Или, например, та же Индия с Бангладеш, Шиванкой. То есть это такие страны. Но тут главное условие – это обладание большим арсеналом ядерного оружия. Поэтому я его назвал децимо-полярный мир, децимо, там по-латински 10 получается. Алексей, у меня в связи с этим вопрос. Акцентированный военный блок, что в арктическом варианте, что в атлантическом варианте, предполагает одну суперсильную страну, такую как США, и затем уже лестница силы слабости. Кто-то сильнее, кто-то Британия, кто-то здесь Германия, Франция, Северная Америка и так далее. Но тут у меня вопрос. А если что-то с Америкой пойдет не так? После выборов Трамп выигрывает, Байден выигрывает. Ведь проблема в современной Америке не в том, что там Трамп побеждает. Потому что Америка меняется, общество меняется. Меняется общество, меняется состав демографический, этнический состав. Значит, меняется и сама структура геополитическая, внутренняя геополитики страны. Вот даже то, что Америка при Байдене все равно сворачивает свое присутствие в Европе, оно не будет таким, как было. Это не потому, что там, скажем, сегодня сворачивание присутствия Америки, что-то там Трамп может прийти к власти. Это объективный процесс. Просто при Трампе оно может пойти быстрее, чем при Байдене. Более акцентированно, чем при демократах. Так вот, как тогда быть, если с Америкой что-то не так? Куда денутся эти все? Значит, тогда придется гегемону какому-то, субгегемону вызревать в Европе. Появляться субгегемону. Потому что та ожидания, Норвегия, при всем уважении Финляндия, Канада, Канада, да. Это не... Даже Британия, по-моему. Это не гегемоны, для того, чтобы вокруг которых строить блоки. Просто, если можно назвать это акцентированным, военный блок, а я бы назвал так, есть гегемониальные блоки, там, где есть страна-гегемон. А есть коллективные. А есть просто страна, сама по себе военным блоком. Где, как говорил... Ну, моноблок, то, что я сказал. Да, Александр Третий, главные союзники России, армия и флор. Ну, то, что я сказал, это страна-моноблок, условно говоря. То есть, по большому счету, сейчас таких может быть три. Моноблока, как я уже сказал, это Китай, Индия и Россия. То есть, вот три моноблока. Ну, так что делаем, если с Америкой что-то не так? Америка, на самом деле, проблема даже не внутренняя, а проблема внешняя, потому что геополитическая нагрузка на Америку возрастает, а геополитические профиты или бенефиты, которые Америка получает в результате глобальной структуры мира, эти профиты значительно сокращаются. Потому что одно дело, когда ты в двуполярном мире, и ты можешь тогда, в принципе, делить эти профиты со своим соперником, или в однополярном мире, когда ты полностью монополизируешь это. А другое дело, когда это, как я сказал, децимополярный мир, там 10 полюсов, и ты фактически, ну да, ты первый среди равных, но все равно у тебя уже значительно сокращается геополитическое пространство. И основная проблема Америки, это революция глобального юга, которая сейчас происходит. А революция глобального юга, несмотря на то, что, как мы говорили, общих ценностей пока еще глобального юга нет, как у коллективного Запада, но у них есть общая цель. Это изменение глобальной эквивалентной системы обмена, то есть, которая сейчас работает в пользу золотого миллиарда, они хотят, чтобы эта глобальная система эквивалентного обмена работала и в пользу глобального юга. И в этом это их ключевое объединение, то есть, это их знаменатель, вокруг которого они объединяются. А как это дожить без неэквивалентного обмена? Ведь прогресс сошел за счет неэквивалентного обмена. А он сейчас неэквивалентный, а глобальный хочет, чтобы это было эквивалентным. И потом, с кого брать? Это третье сословие, которое выздоровело в структуре глобального мира, как когда-то третье сословие выздоровело во Франции перед французской революцией. О котором писал Аббат Сейс. Да. Третье сословие, которое обладает капиталами, обладает активами, не обладает политической властью. Точно так же страны глобального юга уже обладают развитыми экономиками, капиталами, но не обладают геополитической властью. Когда им нужна партия и революция, для того, чтобы третье сословие стало распространено. Совершенно верно. Партия и революция, да. И они пытаются найти этот общий знаменатель, там Брикс или еще какой-то. То есть они эти платформы ищут. Но в данном случае США, почему геополитическая нагрузка, например, растет? Потому что мы говорили об Арктике, но второй момент. Это ключевое направление, где Америка тоже будет формировать второй блок. Это Индо-Тихоокеанские и Азиатско-Тихоокеанские регионы. И здесь, опять же, акцентированный военный блок с акцентом на Китай. Как Китай назван в Тихоокеанской доктрине США, которая была утверждена Байденом осенью 2021 года, Китай назван ключевым соперником США. Соперником номер один. И, соответственно, здесь Америка будет пытаться найти новый пазл военных союзов. Это то, что Аукус, например, Австралия, Великобритания и США. Но пока здесь американцы действуют очень, скажем так, медленно. И ряд неудач, то есть если посмотреть последние десятилетия, у нас, например, Америка воспринимается всегда как страна, которая не делает ошибки. А если посмотреть Индо-Тихоокеанские, Азиатско-Тихоокеанские регионы, то мы увидим, что там была просто череда катастрофических ошибок и катастрофических поражений, геополитических поражений Америки. Например, если взять после Второй мировой войны Манильский пакт, который американцы заключили с рядом стран, включая Пакистан и другие, Филиппины, Индонезия, Таиланд. Все участники этого, наблюдатели этого пакта, это был Южный Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Южная Корея. То мы увидим, что цепь геополитических поражений буквально. Это Индо-Пакистанская война, а Пакистан входил в этот Манильский пакт. И Пакистан потерял провинцию Восточный Пакистан, который потом стал Бангладеш. И фактически он вышел из этого пакта, и это было большое разочарование Пакистана, потому что Америка не смогла защитить своего союзника в данном случае. Индия была больше союзником тогда Советского Союза. Это катастрофа в Южном Вьетнаме, который проиграл Северному Вьетнаму. Это катастрофа в Лаосе, скрытая война, это победа повстанцев. В Камбодже победа, опять же, тогда полпотовцев. Ну и по большому счету, то есть это колоссальная цепь неудач пока. И в Америке пока не получается. Но может быть колоссальная цепь неудач, потому что это называется имперским перенапряжением. Да, это перенапряжение имперского периметра. В Америке и так два издания книга выдержала в 1988 году и затем в 2000-е годы второе издание. Так может быть Трамп прав, что нужно сейчас Америке как бы вернуться в неоизоляционизм, умерен, прагматичный. Снизить перенапряжение имперского периметра. Совершенно верно. Значит, ликвидировать вот эти дефициты всего, которые мешают сегодня Америке, или точнее программируют ее на ошибки, это два. В-третьих, если всегда шла борьба между Западом и не Западом за господство, для того, чтобы неэквивалентный обмен обеспечивать для своих ресурсов, для своего развития, в том числе для золотого миллиарда, так назовем так. То сейчас задача Америки состоит в том, чтобы не дать консолидации политической глобального юга. Чтобы это не был, есть политический Запад, но нет политического юга и политического востока. Нету его пока. Есть попытки, но его нету. Ну тогда может быть надо вернуться к доктрине Монро, что многие сейчас пишут, трамписты, ученые, эксперты. Чтобы Америка разбивала, начинала разбивать потихоньку этот глобальный юг, не давая ему сформироваться. Вот в полюс силы. Ну через, например, новую политику по отношению к Бразилии. Аргентина уже на подходе, пожалуйста. Или к Индии. Милей. Да, Индию забирать у Китая. Допустим, Филиппины сейчас оторвали от Китая. Южный Вьетнам. Ну или Вьетнам. Так, сегодня. Как вот эта борьба между изоляционистами, трампистами и либеральными интернационалистами, так называемые, так гемпартия, вот она сегодня переходит в решающую схватку. Это не борьба Трампа и Байдена, они просто воплощение вот этой двух линий. И тогда Европа получается, она, скажем, американизируется. Да, позиция Трампа, она заключается в том, что нужно сначала выйти из, как это западные американские экономисты называют, экономическая смертельная спираль или экономическая спираль смерти в виде постоянно увеличивающихся дефицитов. Торгового дефицита, бюджетного дефицита и роста государственного долга по отношению к ВВП. Ну об этом американские экономисты говорят, они так и называют спираль смерти. Из нее надо выходить. Выходить только можно за счет резкого сокращения расходов. Сокращать расходы можно только на геополитические проекты. Потому что если ты начнешь сокращать расходы на социальные статьи, это сразу же социальный взрыв и поражение на выборах. Значит нужно сокращать геополитические проекты. Критики этой модели говорят о том, что нет времени у США. То есть можно попытаться в течение ближайших 5-10 лет сократить эту спираль смерти. Но за это время, как вы правильно сказали, может возникнуть политическая платформа глобального юга. И тогда будет поздно туда входить. Поэтому здесь такая своеобразная вилка. Хороших решений уже нет. Потому что в любом случае придется делать ставки на кого-то в глобальном юге, для того, чтобы раскалывать это политическое единство. В данном случае американцы будут делать ставку на Индию. Но Индия это большой геополитический проект. Он требует очень больших ресурсов, инвестиций. А что Америка может предложить Индии? Рынки сбыта и альтернативу нового шелкового пути. Торговый путь, путь специй, как они называют. И рынок сбыта в Европе и в США. В принципе Америка в любой стране глобального юга предлагает только одно. Инвестиции, технологии и рынок сбыта. А Китай? Китай в принципе предлагает примерно то же самое, но без политических условий. То есть Китай готов. Китай, свой рынок сбыта они еще пока очень слабо открывают китайцы. Но они хотят его начать открывать для своих стран-союзников. Они готовы инвестировать, готовы отдавать свои технологии. Но они не выдвигают политических требований. То есть они абсолютно не претензиозны в этом плане. То есть они не говорят о том, какие там должны быть выборы и так далее. То есть они как бы в это не вмешиваются. Алексей, а есть еще такое явление, или точнее концепт, который тоже нужно использовать в анализе вот этих отношений. Это то, что называется постколониальное мышление. Индия прошла колониальную школу. Китай прошел колониальную школу. И все эти войны опиумные. И в Индии понятно. Ну, опиумная Китай и Индия колониальное прошлое. Дальше. Сфера зависимости в Латинской Америке. Что тут американцы могут Индии предложить? Или британцы, например. А в этом плане американцы... Индию это не будет, скажем. Индия не будет задумываться над этим. Что зачем им новая неколониальная зависимость? Они уже почувствовали силу свою тоже. Это самое слабое место американской политики. Потому что американцы, они не... Хотя, секундочку. Британцы это больше. Америка сама боролась с колонией против колониальной своей позиции в британской империи. Ну, хотя Америка тоже, когда воевала с Испанией за те же Филиппины, то она потом Филиппинам независимость сразу не отдала. То есть вместо испанского колониального владычества на Филиппины пришла американская колониальная администрация. Только потом уже там постепенно начали предоставлять там независимость. Поэтому здесь тоже, скажем так, Британия это классический колониализм, Америка это больше неоколониализм, неоколониальные практики с помощью финансового капитала, транснациональных корпораций. Дипломатия доллара, деканонера. Да, но американцы в этом очень слабы, потому что они не понимают постколониальное мышление этих стран. К сожалению. То, что для нас понятно и на уровне каких-то подтекстов и скрытых смыслов, американец он не может уловить. То есть для них это, они мыслят иррационально, они думают, что если, допустим, положить какие-то рациональные выгоды, то любые эмоциональные вещи не работают. Но они мыслят, что это империя добра. Они же всегда так, доброжелательная империя. Или Майкл Игнатьев, когда-то писал книгу о него, Майкл Игнатьев, ну фамилия-то русская, но сам американец. Неохотная империя, коалиция желающих, империя добра, доброжелательная империя. Рад на холме, да. То есть никакого завоевания нет, никакого нет подчинения. Это все носители добра, благожелательная империя. Но в данном случае я думаю, что здесь все это будет крайне-крайне сложно Америке осуществить. Тем более, что здесь происходит вообще крушение ряда таких вот проектов имперских или постимперских. Но, допустим, если мы берем Ближний Восток, Турцию, здесь тоже очень важно. Почему? Потому что, опять же, все, что сейчас происходит, это фактически крушение уже Багдадского пакта, который был когда-то, Британия там заключен. Ну, опять же, все завершилось чередой колоссальных неудач, потому что существовал и хашемитский королевский Ирак, и шахский Иран. В результате, что там усталость от модернизации в Иране, исламская революция. В Ираке военный переворот, офицеры там приходят к власти, потом Саддем Хусейн. То есть фактически этот Багдадский пакт потерпел крах. На его бомб, как сейчас возникает, опять же, акцентированный антиизраильский блок, шиитский. Это блок четырех, это Йемен, Ливан, Сирия, Иран. Очень, кстати говоря, агрессивный. И один закрытый военный блок, это Тюркский, Турция, которая с азербайджаном уже формат одной армии уже практически реализовала. Но турки будут идти дальше, они будут идти в Центральную Азию, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан. Это фактически, как только турки уже будут реализовывать свой тюркский проект военного союза, они утратят интерес к НАТО. А Турция, на минуточку, это вторая армия НАТО на сегодняшний день в Европе. Ну, если европейскую брать. Но они теряют интерес к Европе, они смещаются. Теряют, смещаются, да. А это тоже будет... Борьба за глобальный юг. Да, потому что Турция, она видит, что глобальный юг, это будет основной драйвер. Драйв основной будет на глобальном юге. То есть они разворачиваются в сторону глобального юга. Поэтому это тоже будет серьезным, менять всю конфигурацию в европейскую безопасности в данном случае. Но Турция от Европы дистанцируется с Нейтой Штаты Америки. Но в экономике у них куча проблем. Инфляция до сих пор не могут они побороть. Ну, инфляция, видите, как у нас просто так вот многие стереотипами рассуждают. Они думают, что основная проблема это инфляция и девальвация. А в таких странах, как Турция и Китай, ну, Китай там сейчас проблем с инфляцией нет. Ну, в Турции, например. А в Турции, в Турции считают, для нас главная проблема это безработица, например, среди молодежи. Главная проблема это низкие зарплаты, это деиндустриализация. Ну, то есть они абсолютно, скажем так, ментально, они совершенно не похожи на нас сейчас. Ну, на Украину, имею в виду. Потому что Украина в этом плане, она, если говорить ментально, на своем своем уровне, мы полностью инфицированы абсолютно ложными установками. Нам перепрошили полностью интеллектуальную матрицу. Мы совершенно неверно воспринимаем события, которые происходят. Потому что, ну, я просто как экономист могу сказать, что, допустим, нам настолько уже вшили в наше сознание вот эти тезисы про инфляцию, про то, что укрепление гривны и так далее. Мы вообще не видим реальных уже механизмов развития. Потому что деиндустриализация, например, нас не пугает. То, что перед войной мы лишились собственного военно-промышленного комплекса. Меня пугает. Потому что если деиндустриализация, то какой может быть военно-промышленный комплекс? Военной индустрии не будет. Нет, так меня пугало. Я же перед войной сколько статей написал на эту тему. Говорил, что же вы делаете? Вы же разрушаете. Вы не можете даже снаряды производить и порох производить. Ну, элементарные вещи. Это логично, если у вас 30 лет, главный внешнеполитический вектор, лозунг, призыв, манифест, перформатив, это евроатлантическая интеграция. Как карго-культ. НАТО нас защищает от войны, от России, а Европейский Союз наш кормит. Кормит, да. Это карго-культ. Это карго-культ полинезийских государств. А приведет к тому, что и НАТО не защищает, а мы уже НАТО защищаем. И Европейский Союз уже не хочет кормить. Да. Поэтому я говорю о том, что это катастрофа, то, что происходит для индустриализации, потеря рабочих мест. Вторая катастрофа. Это же идет выдавливание избыточного населения. Куда же с нашими показателями рождаемости, смертности? Перед войной миллионы людей, я имею в виду еще перед войной миллионы иммигрантов. То, что сейчас беженцы войны, это понятно, еще перед войной уже миллионы выезжали. Вот этот был бич. Кстати, в 2021 году 650 тысяч иммигрантов, это не беженцы, это мигранты, которые переехали в Европу. Это трудовые мигранты. Поэтому для турок важно, что промышленность растет. Турция сейчас крупнейшая промышленная держава. Создана колоссальная промышленная платформа с акцентом, опять же, на европейский рынок. Открываются новые предприятия. В Турции безработица снизилась до 10%. Для Турции это очень низкий показатель. И самое главное, нет миграции из страны. Люди не уезжают из страны. Но для технологических компетенций построить атомную станцию нет у них. Да, но не все как бы начинает. Этому россияне строят, вынуждены идти с Россией, с Росатомом. Знаете, не все сразу. Потому что турки, которые 30 лет назад выращивали основу помидоры и шили джинсы, сейчас они создали свой военный самолет, как он называется. Они создают беспилотники, которые мы покупали же у них. Имея свой моторсич, мы покупали беспилотники в Турции. И сейчас, имея моторсич, турки строят барактар, ну, собираются строить барактар где-то в Киевской области. Опять же, турки делают то, что раньше вообще никогда не делали. А мы это все делали, но мы уже это не можем делать. Мы уже не можем ни самолеты строить, ни корабли. Научные школы не сохранились? Я думаю, что идет колоссальное вымывание компетенций. Мы живем уже в основном постимперскими мифами о том, что мы еще что-то можем сделать. Но на самом деле компетенции утрачены уже по основной линейке высокотехнологичных производств. То есть, я думаю, что уже и самолеты мы уже не можем делать, и корабли, ну, ракеты там еще, возможно, какие-то там можем. Но, опять же, невысокотехнологичные. То есть, колоссальная утрата компетенций произошла. У СИТа тоже делают эти дроны. Но зато у нас главная тема – это инфляция и стабильность гривны. Но это единственное, что волнует политиков и волнует людей, которые живут. Вот в чем проблема. Поэтому с нашей такой перепрошитой матрицей, с нашим полностью инфицированным сознанием сложно будет какие-то экономические, серьезные здесь делать рывки. Знаете, как у нас до войны все называли промышленность ржавым поясом, сейчас все стали индустриализаторами, чуть ли не все хотят за станками стоять. Ну, это просто смотрится, карикатурно смотрится. Если некоторых из внешних центров культивируется ставка на молодое поколение, которое не жило в индустриальном обществе, а живет в постмодернистском обществе. И не понимая ценности этого. Да, такого политического туризма, шоппинга, удовольствий, наслаждений, хайпа и хейта. То понятно, что вы не возродите. У вас просто не будет это присутствовать в качестве не то что целей, фона даже нет индустриального. Потому что это все будет рассматриваться как на месте старых промок, промышленных центров, строили торговые, развлекательные центры. Но сейчас и торговые, развлекательные центры не нужны, потому что торговля в онлайн переходит. Это все тоже памятники скоротечной эпохи, такой примитивно-торговой эпохи. Ты их настроили сколько? Поэтому Украина, опять же, если возвращаясь к этому смещению глобальных акцентов, для нас основная проблема в том, что мы находимся в капкане войны. То есть капкан войны не дает нам возможности правильно себя позиционировать, лишает нас геополитического маневра, мы не можем приспосабливаться. К динамично изменяющимся внешней среде. Ну и фактически капкан войны, это как волк, у которого лапа попала в капкан. То есть ее надо просто отгрызть, для того чтобы этого капкана выйти. Что это означает? Это уже должны политики решать, как отгрызть эту лапу. Потому что два года мы пребывали в иллюзии, условно говоря, тот волк, который попал в капкан, мы пребывали в иллюзии, что можно раскрыть этот капкан. Этот капкан не раскрывается, самостоятельно раскрыть не можем. Мы думали, что кто-то подойдет и раскроет этот капкан, никто не хочет подходить раскрывать. Поэтому мы видим, что ситуация такова, что придется какие-то кардинальные решения здесь принимать. Что значит кардинальные решения? Ну, кардинальные решения в первую очередь это осознание того, что продолжение войны ведет к демографической катастрофе. И демографическая катастрофа, она становится катастрофой национального масштаба. И демографическая катастрофа, она может стать более опасной для выживания нации, чем сама война. Ну да, многие пишут сейчас. Я писал об этом еще полтора года назад. Я говорю о том, что мы придем к ситуации, когда демографическая катастрофа будет для нас большей опасностью, чем война. Потому что по уровню сокращения нации демографическая катастрофа будет больше, сильнее влиять на численность нации, на нацию как живой организм, целостный живой организм, будет больше и сильнее влиять, чем война. Хорошо, если, допустим, выйти из капкана войны, если мы видим, допустим, Российскую Федерацию, она видит, что мы в капкане, так им же дальше, как с ними? Ну, в этом плане должны быть, здесь только на уровне политических лиц это решение может быть принято. Потому что то, что вы говорили, вы правильно сказали, изменение внешних условий. А очень простой термин, что такое вообще изменение внешних условий, и способность адаптироваться к внешним условиям. Это способность к эволюции. А кто выживает всегда в живом мире и в мире стран? Те страны или те живые организмы, которые могут эволюционировать. Потому что нация – это тоже живой организм. Отсутствие способности эволюционировать и меняться в зависимости от внешних условий приводит к вымиранию. То есть, наоборот, неспособность к эволюции приводит к вымиранию. А способность к эволюции приводит к развитию. Так нас учили Ламарк, Дарвин. Да, поэтому это такой геополитический дарвинизм, так можно сказать. И этот геополитический дарвинизм, он будет либо, если мы сможем адаптироваться, эволюционировать, он будет нас все-таки толкать вверх, а если мы не сможем, тогда это очень печальная история. Вот мамонты не смогли адаптироваться. Мамонты и динозавры не смогли адаптироваться. К новой климатической ситуации, к новой климатической эпохе. И вот все, они только в музеях. Ну так вот, как решить? Вот, допустим, многие пишут, что Трамп, если выиграет, он просто будет требовать заморозку войны по линии фронта. Но проблема в том, что Путину это невыгодно. Им же не нужна территория. Им же нужна, ну скажем так, не территория вот эта, которая у них под контролем, а им нужна вся территория Украины. Смотрите. Не в смысле контроля над землей, фактически, а контроля над страной. Смотрите, Путин на самом деле, в чем его позиция, где можно найти, допустим, окно возможностей, историческое окно возможностей. Дело в том, что есть понятие цивилизационной победы. Не только военной победы, но и цивилизационной победы. И Путина, с одной стороны, это его и сила, с другой стороны, слабость. Он не боится войти в формат цивилизационного соревнования. Поэтому в данном случае, я считаю, что когда говорят, что он будет вести войну буквально до упора, это как бы глубокое заблуждение. Потому что вся тактика, которую он всегда ввел, и как можно анализировать его поступки, заглянуть в его сознание нельзя. И в принципе, для него характерны абсолютно какие-то нестандартные решения и ходы. Но в принципе, то, что можно на каком-то уровне прогнозировать, это то, что у него такая своеобразная тактика крокодила, условно говоря, или тактика, которая откусывает по частям. То есть, он откусил одну часть, потом он адаптируется, переваривает это все. То есть, у него нет склонности к таким резким каким-то вещам. Хорошо, я понял. Минск-1, Минск-2. Ну, смотрите. Затем Минск-2 не получился, СВО. Нет, ну сначала Крым. Крым, да. Потом Минск-1. Крым полностью переварили. Потом Донбасс. Сейчас будут переваривать Донбасс. Потом оккупация части Запорожской и Херсонской областей. Будут это переваривать. Это значит, что они будут идти итерациями эскалации. А делать это значит войти с ними в цивилизационное противостояние. Цивилизационное состязание. Если это военное состязание. А значит, заморозка для нас тоже может быть выгодна, потому что тогда у нас появится шанс. Ну, хорошо. Была развилка Стамбул. Так? Мы могли бы войти в цивилизационное противостояние. Следующая развилка будет на более худшем уровне. Дальше. Была развилка в 1922 году. После Херсона и Харькова. Ну, и будет третья развилка. Так. Дальше. А если он перевес военный? Сейчас перевес военный на их стороне. Нравится, не нравится, но это так. Ну, понятно, что если по уровням эскалации или итерациям эскалации он выйдет на такой уровень, когда он увидит, что уже и нет смысла никакого откладывать, как он говорит, окончательное решение вопроса, тогда действительно для нас это будет ситуация очень такая, но не тупиковая, она будет такая линейная. То есть там уже нет каких-то вариантов. Но пока варианты есть, потому что у него в планах есть еще как минимум одна-две итерации эскалации. Вообще, как бы, и они, в принципе, по большому счету прогнозируемые. Я, например, примерно для себя составил этот пазл, где он дальше может двигаться, потому что то, что я вижу сейчас, вот это идет исключительно по классике. Он сейчас, Россия оккупирует территории, которые Россия захватывала в конце 18-го года. Греческий проект Екатерины II, Черное море, Приднестровье, Черное море. Это Кучуко-Энаджирский мирный договор, после которого был оккупирован Крым, и Азовское море стало внутренним морем России. А вспомните слова Путина о том, что, как он сказал, Азовское море стало внутренним морем России. Хотя оно было внутренним морем Украины и России по закону 2003 года. А сейчас Путин заявил о том, что Азовское море стало внутренним морем России. То есть это он предъявляет российскому обществу эти достижения. Это Приазовье, это Азовские и Херсонские степи. Следующая итерация, которую он может предпринять на следующем уровне эскалации, это уже модель Ясково-мирного договора, когда идет уже Северное причинноморье, Днепропольский лиман, Одесса. Либо останавливаться и запрашивать переговоры, либо надеяться на то, что НАТО введет контингент, или не НАТО, а некоторые европейские государства. Но Макрон же об этом говорит. Мы сами не сможем в данном случае ничего запрашивать, потому что эта заморозка может быть только на уровне прямых переговоров, условно говоря, США и России. А США могут ничем не рисковать. Мы рискуем. То, что они пока не включаются. То есть проблема в том, что мы должны уже артикулировать среди наших союзников, может быть, неофициально, тему того, что они должны усиливать дипломатические инструменты по завершению войны. А это не в их интересах, потому что тогда они скажут, Путин тогда победил. Ведь что-то Стамбул не подписали. Не потому что приехал Джонсон и сказал, воюйте дальше. Он просто сказал, я знал это еще тогда, что мы вам гарантии не даем. Вы договаривались с русскими сами, без нас. Поэтому, если вы верите и гарантиям безопасности, пожалуйста. Но поскольку мы не участвовали в этих переговорах, мы не знаем, что вам гарантировать по результатам Стамбульского дороги. Да, ну смотрите, бывший посол Украины в Германии, Мельник, он недавно говорил примерно о том же, о том, что нужно артикулировать. Пора доставать дипломатическую дубину. Пора доставать дипломатическую дубину. О чем, в принципе, я говорил еще до того, как Мельник об этом завел. У нас тут только один, либо надеяться на Запад, на Европу уже больше даже. На Европу. То есть, это европейцы, мы должны артикулировать перед нашими союзниками необходимость включения дипломатических механизмов. Почему Европа может это? Я, например, считаю, что как раз Европе это будет выгодно. Потому что Европа в ближайшее время может войти в рецессию, вообще экономическую, глубокую рецессию. Германия уже на грани экономической рецессии. Франция на подступах к экономической рецессии. Европейский союз может оказаться вообще в глубоком кризисе на полтора-два года. У них могут быть очень серьезные социальные процессы внутри. Мы видим это движение фермеров, рабочих, железнодорожников и так далее. Забастовки постоянные в Германии. То есть, Европу сотрясают внутренние социальные проблемы, экономические. Европа и Германия сейчас очень серьезно в плане экономики, в сердце Европы. Можно на это все посмотреть по-другому. Вводите мобилизационный режим, а он возможен при милитаризации. В Европе? А это невозможно. Но вот они собираются же делать. А как им делать тогда? Тогда надо или признать, что Путин может выиграть эту войну, выиграть, либо сдаваться. Это близорукость политических элит, но я все-таки воспринимаю это как мимикрию. Это, знаете, когда насекомое, когда при приближении хищника оно там окрашивается в яркие цвета и показывает, что оно какое-то агрессивное и может ему навредить. Вот это, в принципе, делает сейчас Европа. То есть они окрашиваются в яркие цвета, они показывают, что они там будут вкладывать какие-то большие деньги в ФПК. Если в Германии деиндустриализация идет, немецкая экономика деиндустриализируется. Ну теперь будет реиндустриализация на милитарной основе. Великий больной Европейского Союза сейчас называть немецкую экономику. Но на тренде деиндустриализации военно-промышленный комплекс... Ну ранний металль будет работать. Ну не растет военно-промышленный комплекс на тренде деиндустриализации. Почему? Потому что это ключевая ошибка у нас, которую у нас никто вообще не может понять. Что ВПК не может возникнуть как замок в пустыне, не может возникнуть в вакууме. Развитие ВПК только в драйвовой промышленности появляется. Когда огромное количество смежников, предприятий двойного назначения, обработка, электротехника и все остальное, когда все растет, и как вишенка на торте появляется ВПК. Вот как Израиль, например. Они сначала запустили промышленность, а потом уже появилась ВПК. Не наоборот. Не сначала ВПК, а потом промышленность. А ВПК это и в Советском Союзе как сделали? Ну тоже индустриализация, возьмем план индустриализации. Сначала делали тракторы, там выпускали сейлки, да? А потом уже начали делать свои самолеты, там танки и все остальное. Тоже ВПК появилась на вершине этой пирамиды. Сначала запускали домные, металлургические заводы и строили гидроэлектростанции. Хорошо. Миражи французские, торнадо. Гоэрло план. Это же был перед ВПК, а не после. Правильно? Как можно запускать план ВПК, если у тебя колоссальные проблемы по энергетическим ресурсам? Ну хорошо. Тауэрсы они не сделают, немцы, нет? Нет, но они могут сделать какую-то партию тауэрсов. Но в плане, как вы говорите, тотальной милитаризации. То есть, условно говоря, они должны подготовиться к конвенциальной войне на несколько лет. Правильно? Если это так, а скорее всего это так, то это плохо для нас. Потому что они же выполняли роль тыла для нас. И европейская экономика, в том числе и военная экономика, военные поставки, это наша стратегическая глубина. Значит, тогда мы будем испытывать дефицит? Смотрите, они никогда не были нашим тылом, потому что уровень вовлеченности был мизерный. Если бы они тратили хотя бы 1% своего ВВП на проект помощи Украине. То есть, например, как я сказал, Тегеран-43 был, аналог Тегерана-43, но только в отношении России и в отношении помощи Украине. В отношении России это в плане санкций и противодействия, в отношении Украины это в контексте помощи. Какой был бы план, который дал бы нам основания полагать, что наши надежды, связанные с Европой и с нашими союзниками, они верны. Это план следующий. Если бы они на уровне своих национальных законодательств, то есть в своих законах, европейцы, американцы, приняли 5% ВВП на сектор обороны и плюс 1% на помощь Украине в виде боеприпасов и военной техники. 5 плюс 1. Вот формула 5 плюс 1. Если бы они приняли и подписались бы под этим планом, мы бы тогда могли сказать, смотрите, это наш тыл. Они тратят 5% на свой военно-промышленный комплекс, это огромные деньги. 5% ВВП Европы и Америки это 2,5 триллиона долларов в год. Это астрономическая сумма, за которую можно построить там чуть ли не звезду смерти космическую. И 1% это 500 миллиардов долларов, это на помощь Украине в виде боеприпасов, техники и так далее. Тогда мы сказали, смотрите, это наш тыл и экономический потенциал у них намного больше. Высокая цена для них это. Да, так смотрите, тогда мы сказали, смотрите, экономические потенциалы несопоставимы. В России сколько там ВВП? 2 триллиона. Они не смогут противопоставить 500 миллиардам, которые Запад выделяет нам. Они не смогут таких же 500 миллиардов поставить со своей стороны, потому что в таком случае им придется тратить четвертую часть ВВП на войну. И практически больше, чем федеральный бюджет, тратить на военные расходы. Они это не смогут сделать, они просто проиграют эту гонку военных затрат. И через год-два они сдуются, потому что у них начнутся социальные катаклизмы, кризис. Они не смогут выплачивать пенсии и так далее. Почему бы Запад не пошел таким путем? И вот если бы они это сделали, то бы сказали, все, мы теперь воюем до упора. Не пошли, потому что, знаете, как в бизнесе, соотношение затрат и прибыли. Они не видят этого смысла геополитического, тратить такие огромные ресурсы для того, чтобы достичь цели. Хотели на шару проехать. Хотели, знаете, как говорят, на мизерке, как говорят в бизнесе. На минималках. На минималках, да, на минималках. Хотели на минималках. Но для нас это не на минималках оказалось. Для нас-то оказалось это на максималках. У нас колоссальные потери. А они хотели проскочить на 0,1% ВВП. Это, знаете, на уровне, я не знаю, расходов, на озеленение или на что-то еще. Понятно. Ну, то есть хотели на минималках проскочить. Не получилось. Но не они виноваты. Мы виноваты, потому что мы не умеем анализировать. Мы не можем правильно ставить акценты. Мы не можем правильно высказывать свою позицию. Мы не можем принимать правильные решения, исходя из меняющегося внешнего мира. Может быть, надо и более взрослый подход к окружающему миру, к соседям. И больше не только таких ярких эмоциональных театральных призывов, или объявлений и тому подобное, манифестаций, как это было, что мы тут... Мы должны были сказать, что если 5 плюс 1 модель не работает, тогда, извините, мы не сможем за счет своего внутреннего ресурса тянуть эту войну столько лет. Алексей, время у нас уже... Да. Время истекло. Но мы продолжим на следующей нашей программе. Уже будем знать результаты суперторника Трампа. Да. И мы продолжим, как дальше все-таки ситуация в Америке будет влиять на... Да, подписывайтесь на мой телеграм-канал. На мой телеграм-канал, да. А, подписывайтесь на телеграм-канал Аналитика Куща. 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 Так, очень так. Простенько, но за вкусом. Кстати, я читаю. Да, спасибо. Поэтому подписывайтесь на канал Алексея Куща и подписывайтесь на «Говорит и доказывает Карасев». 105 тысяч у нас есть, а нет предела, скажем так, цифр, нет предела совершенству. Ставьте лайки для того, чтобы поддержать эту трансляцию. Я думаю, что она очень познавательна, интересна, содержательна. И пишите комментарии, ставьте вопросы на следующую программу с Алексеем Кущовым. Алексей, спасибо. Спасибо. До следующей встречи. Спасибо. Пока.